На улице апрель и снежной весенней погодой встретил нас город Санкт-Петербург. А приехали мы в этот город для того, чтобы поучаствовать во всероссийском турнире Федерации Коськи Каратэ До Russian Cup 2024. И знакомьтесь с героями нашего фильма. Это Сакаев Закир, его брат Сакаев Рустам и будет еще один спортсмен, который приедет прямо на соревнованиях. И пока мы двигались в гостинице, останавливались и делали красивые фотографии с пейзажами Санкт-Петербурга. Отель Айзимут Фонтанко и на ресепшене идет полным ходом заселения. Оформляются московские спортсмены спортклубов «Лотос» и «Олимп». Ключи от номеров получены. Сейчас посмотрим, что за номера. Представляю вашему вниманию оператора, режиссера и сенсея команды КМБ Лавренкев-Денис. Не хилая гостиница Айзимут. Ну что мы имеем? Вешалки. Вешалки. С мерцающей лампой. Оп. Вешалки. 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 И все немножко перевесили. И будут биться в других категориях. Не в тех, которые... Посмотрим. Скорость решает все. Теперь будет. Если будешь быстро работать на скорость, не ввязываться в размены, то можешь победить. В размены пойдешь, будет боль. 21 апреля 2024 года в спортивном комплексе Академия Платонова состоялся всероссийский турнир Russian Cup 2024 года Федерации косики каратэ до России. Этот турнир проходил в рамках фестиваля боевых искусств «Восточная весна» в Санкт-Петербурге. Турнир по косик каратэ, как всегда, начался с дисциплины «Кота». На площадке можно было увидеть как молодых, так и известных мастеров в мире косики. Вот как раз в объектив моей камеры попался графчик Александр, многократный чемпион России, призер мира и чемпион Японии. Мы наблюдаем финальный круг соревнования, где Александр великолепно выступил и занял первое место. «Кота». Пока наши делали «Кота», на других площадках можно было увидеть не менее интересное зрелище по другим видам единоборств. «Кота». Тут теперь и Ночаку, и Вьет Вадао, и жесткие поединки в экипировке, чем-то напоминающие косики каратэ, кабудо. В этом фестивале приняли участие около двух тысяч спортсменов из 15 регионов России. Ну, как говорится, фестиваль фестивалем, а нашим ребятам пришло время разминаться. И первый к своему выходу готовится Семен Наумов, спортсмен нашего клуба КМБ. Семен размялся и готов выйти на татами у него следующий бой. Итак, первый поединок. Конечно же, здесь мы его смотреть не будем. Оставлю только более активные моменты. И вот Семен выполняет обманное движение рукой в голову и пробивает по корпусу. И зарабатывает два балла. И после этого еще раз жестко попадает Маваши Гери в корпус. Вот на замедленном повторе мы это видим, что приносит ему еще два балла. Встречай сейчас, встречай. На встречу. Первый бой есть. Итак, следующий бой Семена. Этот бой за выход в финал. Соперник оказался крепким орешком. Он кинулся в атаку и пытается снести Семена. Работает руками и ногами, но Семен не уступает. Тори Масен дает команду судья. И бой продолжается. И вот результативный эпизод. Семен промахивается, кажется, рукой, а соперник пробивает Мавашу по корпусу. И счет становится 2-0. К сожалению, не в пользу Семена. Бой продолжается. Соперник Семена постоянно летит вперед. И в этом бою очень много клинча. Наш спортсмен сравнивает счет. 2-2. Бой продолжается. Наума встречает своего оппонента. Но в клинче его соперник очень грамотно проводит снизу апперкот. Это очень редкая техника. И он великолепно ее провел. Конечно же, ему засчитают. И получается, еще по одному баллу заработали спортсмены. Счет остается равным. И бой продолжается. Соперник опять толкает. Он пытается выдолкнуть Семена. Семен упирается, не дает. И в таком вот клинче они проводят оставшееся время поединка. Семену не удается четко встретить соперника. Он очень близко подходит. Ну и, конечно же, это недоработка. Руку надо выдергивать на хикете в момент удара. А Семен пытается вот толкать рукой. И поэтому не считают. Счет равный. И дают дополнительное время экстра раунд. Экстра раунд оказался таким же по плотности и по рисунку боя, как и основное время. Соперник сам задал такой темп. И в итоге сам же и не выдержал нагрузки. В итоге соперник сдался и не смог продолжать дальше бой. Итак, финальный бой. К большому сожалению финальный бой Семену выиграть не удалось. и второе место Кубка России. На площадку выходит Сакаев Закир. Наш самый юный участник. У него первый бой и сразу с фаворитом категории. И первый результативный эпизод к сожалению не в нашу пользу. Закир пропускает удар ногой в голову и соперник зарабатывает 3 балла. И ногой в голову. Вот молодец. Закир отвечает таким же ударом, но его не засчитывают. Смотрим еще раз. И ногой в голову. Вот молодец. Ну почему, блин? Он же так же бьет. И нога сразу. Соперник выполняет подножку и добивает в контакт. Видно, как голова отлетает от удара. И Закир держится за голову от боли. За это соперник получает бал вместо Хансо Кучуй. И нога в голову. Нога в голову сразу. И опять непонятный эпизод. Соперник в красном шлеме вышел за татами. За что должен был Сакаев получить базаре. И не получает его опять. Тут Закир ошибается и падает. Соперник зарабатывает еще один в азаре. И еще один непонятный эпизод этого боя. Тут я бы например дал бы бал красного шлема за добивание. Но мальчик не получает этого в азаре. А еще и в азаре получает Сакаев Закир который вообще не нанесил удара рукой. Или за что он получил балл непонятно. Ну что тут можно сказать. Этот мальчик занял в итоге первое место в этой категории. Безусловно соперник был сильнее. И даже если не засчитывали все что я тут накомментировал то исход боя не поменялся. Поэтому я и не стал писать протесты. Но судейство поединка было очень непонятным для меня лично. Началась категория Сакаева Рустама и его следующий выход. Рустам внимательно изучает своих соперников и морально готовится к поединку. Время пришло. В белом шлеме наш спортсмен представляющий спортивный клуб КМБ города Долгопрудный Сакаев Рустам. И вот первый результативный размен. Смотрим повтор. Сакаев пробивает Маваши впереди стоящей ногой. И рефери оценивает это действие в 2 балла. 2-0 в нашу пользу. Руки держи. Но соперник Рустама очень опытный спортсмен и у него хороший тайминг. Он отыгрывает 2 балла, пробивает по корпусу и счет сравнивается 2-2. И вот еще один момент. Сакаев с передней ноги пробивает Акури Мавашев в Кирасу. Но к сожалению почему-то рефери не оценивают это в Азаре. Время. Время вышло. На табло равный счет. Просто валийдольный поединок. Спортсменам добавляют экстра раунд. Кто проигрывает в этом бою вылетает из турнирной сетки. Я пытаюсь скорректировать работу своего спортсмена. Подсказываю чтобы он продолжал работать в ближнем бою. Набирать баллы которые нужны как воздух. Рустам принял мои рекомендации к сведению и на мой взгляд проводит чистый гьяку в клинче. Есть все киме хиките удар сильный соперник еле удержался на ногах. Но что еще нужно судим я не знаю то римасен не засчитано. И еще один результативный эпизод. Сакаев встречает Маваши по корпусу. Сказать что удар слабый но сами попробуйте ударить соперника чтобы он отлетел. 100% Кираса спасла мальчика от нокаута. Рустам добавляет боковой. Без хиките просто бьет как говорится от души. Пазаре засчитан и Рустам вырывается вперед на один балл. Кстати напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу. Мало ли может быть за 22 года выступлений по косике и 25 лет тренерской работы у меня сложилось неправильное представление о критериях оценки техники этого вида каратэ. Тем временем бой окончен и победа Сакаева Рустама в этом непростом поединке. Ура! Итак прошло какое-то время перевели дух и готовимся к следующему поединку а следующий бой это поединок за выход в финал и у Сакаева соперник который превышает его на килограмм пять это точно так как вчера на взвешивании Рустаму совсем чуть-чуть не хватило чтобы залезть в другую весовую категорию на весах он был 35 800 а тут видно что соперник как говорится под завязочку весит килограмм 40 как минимум сакаев непонятно для чего вытянул руку наверное хотел дополнительно поприветствовать своего оппонента но соперник срывается в атаку выполняет маваши в корпус и Рустам отвечает спортсмены набирают по 2 балла по поводу дополнительных приветствий всегда говорю своим ребятам что этого не нужно делать в Коське карате бойцы приветствуют друг друга поклоном перед боем и этих любезностей вполне достаточно бой продолжается и соперник набирает еще 2 балла видно что спортсмен в красном шлеме он не только массивнее сакаева Рустама но еще и техничнее быстрее и сильнее в целом в итоге Рустаму не удалось выиграть к сожалению этот бой Рустам внимательно смотрит поединок так как с проигравшим ему придется драться за 3 место за бронзу турнира 2 рукой один ногой любые рукой делай но ногой добавляйся любую его атаку должен контратаковать ответить не спать больше двигаться Рустам выступает не только по косике каратэ но еще и по кикбоксингу исходя из того что было на этом турнире в предыдущих боях я рекомендую Сакаеву работать как в кикбоксинге с боковыми и не заморачиваться на правильной технике Сакаев через обманку выполняет удар рукой техника часто выполняется в кикбоксинге супермен панч и опытный рефери Вадим Анатольевич Баранов все видит и засчитывает 31 балл Рустам Бой продолжается Рустам зажимает соперника в углу заставляя его делать ошибки ловит на контратаке соперника делает обманный удар ногой и рукой зарабатывает в Азаре и очень здорово что на площадке рефери высокого уровня он все видит и оценивает Рустам зарабатывает еще один балл Рустам рукой начать ногой закончить Время Удар на бою победу держал Сакаеву в том угромет третье место Бой окончен и Сакаеву достается бронзовая медаль Кубка России 2024 Если вам понравилось это видео подписывайтесь на наш канал и конечно же поставьте лайк и напишите комментарий Всем до новых встреч ОС Субтитры сделал DimaTorzok